Всем приветики! С вами Милес, и сегодня у нас на подходе новая игрушка, а именно хоррор под названием Anthology of Fear. Да, Anthology of Fear в переводе, так что запасайся чем-то вкусненьким, это будет очень интересненько, и не забудь надеть наушники. Конечно, ни одной же мне пугаться, так что не затягиваем и поехали. Надеваем наушники, чтобы погрузиться в это, а пока не забудь поставить свой царский лайкосик, конечно же, напиши, любишь ли ты хорроры, или ты любишь на них смотреть, или играть. Сладкая, это я. Прости, что звоню так поздно. Надеюсь, ты в порядке. Я просто... я проверяю зацепку. Эта женщина утверждает, что работала в психиатрической клинике, говорит, что начальник сделал что-то ужасное, утверждает, что знает что-то. Я никогда не знал, что у Нейта были такие проблемы. Она сказала мне, что я найду ответа, и теперь я жалею, что не ушел. Но это самая сильная зацепка, которая у меня есть. Здравствуйте, здравствуйте, а вот мы и в этой игре. Так. Это Итан, ты здесь? Я тут, ты уверен, что никто за тобой не следил? Ты уверен? Что теперь? Я оставил тебе кое-что, что может помочь. Рядом с мусорными баками есть комод. Проверьте ящики. Так, тап. Информатор сказал мне, что... Right mouse button. Что? Что-то лежит в комоде. Должно быть где-то в войне аллеи. Я удерживаю правую кнопку мыши и... Типа, смотри. Те! Это зачем? Это кто-то висит? Или это одежда висит? Так, с мусорными ящиками. Подождите, подождите. Как обычно... Ё-моё. Чтобы взаимодействовать с окружающей средой. А, то есть мы, смотри, не на левую кнопку мыши взаимодействуем, мы право делаем и можем нажимать на что-то. Я не пойду туда. Я тоже, я тоже. Закрой это. Странная. Странная движуха. Странное управление. Такого я вообще еще не видела ни разу. Типа, вот, мы не можем что сделать. Я нажимаю правую кнопку мыши и мышкой могу уводить, что... Где я могу что сделать? Намертво. Не думаю, что могу здесь что-то найти. Интересно. А, тапку убери, пожалуйста. Кто это висит? Фонарик. О, фонарик. Это замечательно. Это мне нравится. Я уже думала, что здесь кто-то висит. Так, нам до сих пор нужен какой-то комод. Ладно. Мусорных ящиков. Нам сказали комод и мусорных ящиков. А я еще не могу вернуться? Вернуться? Мы же... Мы же с другой стороны ушли. А, комод, кстати. Вот он. О! Лом. Связка ключей. Магнитная карта. Нашел. Старайтесь не привлекать к себе внимание. Одна из этих дверей приведет меня в подвал. А, я могу, типа... А, нет, не могу. Так. Убираем этот тап. Теперь нам нужно найти дверь, которая приведет меня в подвал. А, мне ее, типа, ломать надо, да? Я не могу ключом открыть. А, извините. А зачем мне по своей же радости идти сразу в подвал? Зачем мне в подвал? Скажи мне, пожалуйста. Нормальный человек. Зачем мне в подвал? Это для персонала. И не публичное там место. Так что, если что, сюда не идите. Хорошо. Мы пойдем сюда, в это место. В это открытое для нас место. Мы же не персонал, поэтому мы сюда пойдем. Мало ли, тут что-то интересное есть для... Я внизу. Ладно, ищи синюю дверь. А почему именно синюю? Выглядит как какой-то лабиринт. Похоже, люди до сих пор... Крысы! Давайте без крыс, пожалуйста. Я терпеть их не могу. Предохранители? Много. Это предохранители, да? Ну... Здесь живут люди. Этого я не делаю. А почему? Почему все выключилось? Я что-то щелкнула? Я не хочу в темноте ходить. Спасибо. 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 Меня, походу, слышат. Кстати, я знаю, что есть хоррор, в котором будет работать микрофон. И как бы то, с чем мы будем играть, с каким-то монстром, будет наслышать через микрофон. Если тебе понравилась такая идея, то обязательно напиши в комментариях. И я сниму такую игрушку. Я, конечно, не представляю, как это будет, потому что... Либо постоянно молчать, но это не ролик будет, да? Мне придется говорить, а значит, нам придется очень много кричать и много бегать. Можно я просто на стул присяду? Нет времени отдыхать. Точно нет времени? Меня тут заманивают прям хорошо стульями. О, что-то запрещенное. Я тут. Хорошо, теперь слушай. Официально клиника закрыта, но здание все еще обслуживают. Сигнализация. Сигнализация. Я ворвался в клинику. Я не знаю, что я ожидал найти. Нейтан, целого и здорового? Ответ оставлен специально для меня? Прошло почти два года. Я был так неправ. Получается, я нашел голубую дверь, потом еще одна. У меня в ушах звенит, и это близко к тому, чтобы найти его. Я не могу вернуться. Я не могу вернуться. Я не могу вернуться. Действительно, нам же как бы заняться-то нечем. Это реально психбольница. Это опять клиника. У меня аж слезы наворачиваются. Особенно после файла Distant или как-то так. Ой-ой-ой. Аж глаз как-то резко зачесался. А Роберт, Сильвия все еще жалуется на свое кресло. Позабудьте об этом, наконец. Я внутри. Где мне искать архив? Архив пациентов на этаже С. Доступ на верхний этаж можно получить только с картой. Электричества нет. Можно просто взять лом. Узлом поднимет тревогу. Вы должны включить резервное питание. Где мне искать этот кабинет? Сложно назвать это кабинетом. Номер 53. У тебя есть ключи. Дай мне знать, когда будешь там. Так. Что-то темновато. Давай чуть поярче сделаем. Чуть-чуть. Вот так вот. Вот. Так. Ну, конечно же, мы идем по всем страшным местам. Просто какой-то мусор. Ну, не повезло, так не повезло, значит. Так. А53 мне надо. Резервное питание. Комната А53. Ну, это точно не А53. Вот это. Ты посмотри, какая крутая каталка. Ты посмотри. Ё-моё. О, А08. 53. 53, 53. Ну, скорее всего, здесь не 53. Нам надо на какой-то пятый этаж. Да. Здесь 11 и 12 сейчас будут. Ничего интересного. Как по мне, это все тоже очень интересно. Это что такое? Пациент. Нужны новые подушки. Последние покрыты. Понятно. Не очень хочу это читать. Я думаю, что это не работает. Это тоже ничего не работает. Нам, скорее всего, куда-то на пятый этаж, типа, надо. Сколько здесь все... Второй десяток всего-то идет. Take your child to workday. Понятно. Ммм, как вкусно. А тут они, видимо, чилят. Здесь они чилят. Жаль, что нельзя здесь покушать. Ну, вот, открыла бы холодильник. Потом посмотрела. Ну, может, поели. Взяли бы что-то там. Булочку с собой и пошли. Игра, ты что? Ты что дергаешь? Она сама дергнула мышкой. Я не знаю. Ты что здесь встал? Тебе встать негде. Ай. Пока не использую карту. А-а-а-а. Электричество. О! Смотри! Нифига себе. А что ты здесь делаешь? Я внутри. Так, ты говорила о резервном питании? Похоже на том. Я, как бы, знаешь, в этом не разбираюсь. Но вот, как бы, кнопочка на нее, может, нажать надо? Насколько легко, насколько это возможно. Лучше от не трогать. О! А это потрогать, походу, можно. Это было легко. Где архивы? Слышишь меня? Походу, нет. Электричество вроде бы работает, но рация нет. Архив пациента находится где-то на втором этаже. Да, и все это и надо начинать. Хорошо, нам, походу, надо на второй этаж. Так что пошли. Так, ну здравствуйте, здравствуйте. Так, вроде бы никого не буду... Нет, вроде бы все хорошо. Другая карта. А это же второй этаж. Получается, я пойду сейчас на третий? О! Экзит, экзит. А куда мне, кстати, надо? Архив пациента. Здесь архив, по-моему, нет. Здесь точно не архив. Сто процентов здесь нет архива. Что-то игра как-то тормозит малость. Ты тоже видел? Ты тоже видел, как она, хоп, и съехала вниз? Или это только у меня? Иногда то, что вижу я, не бывает видно на записи. Именно каких-то таких багов. Или зависаний, провисаний. Вот чего-то такого. Здесь странно все мигает. Ну, знаешь, пока не страшно. Мы уже минут 15 играем. Ну, и как-то, ну, это... Такое... Такое себе не страшно. Туалет. О! Архив. Архив. Так, я должен быть близко. Так. К чему? К чему именно ты должен быть близко? Книжный клуб. Присоединяйся к нам каждую среду. В общей комнате. Старт следующей книги. Мы грашаем всех. Алиса и Джейн. Ясно. У них тут свои компашки. Я нашла этот чертов архив. К счастью, Сорин. Это не очень популярная фамилия. Так. Как там еще Сорин на С? Так. А, Б, С. Вот в начале, значит. А, почему Н? Q, Р. Может здесь, отсюда начинается? Ага. А, Б, С. Вот. Не то. Не то. О. Здесь есть какая-то запись. Не то. Стоп. Сорин. Нам по-русски написали Сорин. Может тогда именно С? С? Вот это? Как бы ни оставил эту заметку, он перенес документы в другой офис. Так. Кто? Кто-то принес их в офис? Типа. Того типа гипноса? Чего? По-русски можно? Какого типа гипноса? Чего? Что за гипнос? Да шо ж такое? Точно хоррор попался. Лютый. Найди кабинет Теодора. Ладно. Лифт. Интересно, у меня же вроде включена вертикалка, по-моему. Ээээ, да. О, давай без этого тогда. О! О, нормально теперь стало. Походу, надеюсь. Во! Тут пропало несколько ящиков. О, я не сомневаюсь, что пропала буква С. Я не вижу их, может документы в другом месте? Он, походу, издевается. Так, это всего лишь кулер там стоит. В каком тогда месте она? Теодора, блин. А где мне искать вашу Теодор-то? Давай наверх пробежимся. Еще выше. Музыка прям, типа, нагоняет. Но, блин, вообще не страшно. Что там спереди? А, тупик какой-то. О, Теодор! Теодор! Здравствуй, Теодор! Так, Теодор, мне нужны кассеты. Может, это там ничего полезного? Ничего интересного? Это не работает. Вот, может, документы. Ящики ССС. Куда пропали все ящики? Дорогой профессор гипноз, мистер Маккинли, получил ваш отчет о происшествии. Было бы преуменьшением сказать, что он не воспринял новое спокойно. Скажем так, это не вы чуть не попали под вазу. Сэр, мистер Маккинли очень разочарован работой вашей команды. Прошли месяц с тех пор, как наши ученые получили какие-либо существенные данные из вашей клиники. И дни с тех пор, как вы подняли телефон, сэр. Совет директоров принял решение приостановить деятельность медицинского центра Морфея немедленно. Пожалуйста, проинформируйте ваших сотрудников об этом событии. Все они будут отправлены в оплачиваемый отпуск. Будут приняты все меры, чтобы засекретить этот инцидент. Это будет сделано с вашей стороны, сэр. Что касается семьи мистера Саорена, с ними не должно быть никаких контактов. Если хоть один живой его родственник узнает об этом инциденте, мистер Маккинли больше не сможет защищать вас, сэр. И дело всей вашей жизни. Мы настаиваем, чтобы вы или доктор Джо встретились с нами в этот четверг в 2 часа дня в нашем офисе и Чикаго. Мистер Маккинли прилетит из Мальбурна специально для этой встречи. Он надеется, что это будет продуктивным использованием его времени. Дельфина Мальбурна, понятно. Ничего не понятно, конечно, но понятно. Еще в этот момент я задумалась и, короче, потеряла суть текста. Так. Это, конечно, все интересно. Это не то, это не то, это не то. Это должно быть оно? Где? Это должно быть оно. А, че? Там пусто. Карл, там пусто. Это там пусто. Это должно быть оно? Он, че, на глюке? О, коробка с документами. Я получила то, что хотела. Здесь какие-то документы, видеокассеты. Я могу посмотреть кассету на том телевизоре. На первом этаже. И мне кажется, я просто так сейчас не доберусь до первой этажа. А че это за дверь? Давай побежим. Кто-то должен был оставить его включеным? Ты. Верь закрой. Так. Скорее всего, часть системы наблюдения. Так. А кассету куда засунуть? Видеопроигрыватель. Видеопроигрыватель. Это принтер. А, ладно. Смотрим фильмец, значит. Не забываем про кофеечек. Чаечек. А у меня кофеечек. Ммм. Главное, чтобы скримера не было. А то весь кофеечек окажется на мне. Досадно будет. Ой, че-то невкусный. Опять невкусный. Блин. Я не помню, что произошло. Я попала в аварию. Мне нужно обратиться за помощью. Может, я смогу вспомнить? О-о-о-о. О-о-о-о. Ну, обратись за помощью. Так. Ну, я думаю, на этом моменте мы приостановимся. И продолжим играть уже в следующей серии. Так что, если ты хочешь продолжения, не забудь поставить свой царский лайкосик и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно прочитать. И поставить тебе сердечко. Так что, все. Все ссылочки на соцсети в описании. Именно на Twitch, на сервискорде, ВК, Трова, все делишки. А еще у меня есть отдельный канал по КСГО. Я там почти каждый день стримлю. Так что, переходи. И все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok